Четырнадцатая стратегия. Обмануть, не обманывая. Начальник ИГАУ снова на инспекцию. Но погода портится. Нам, служащим разведке, не привыкать. Но раз уж нам платят, мы должны работать. С этим не поспоришь. Пропускай! Господин Мия, спасибо. Что именно произошло со старейшиной Цинь в тот день? Мне стыдно сказать. На самом деле, я мало что знаю о строении бамбуковых сорок. Подозреваю, что старейшина Цинь запаниковал после прыжка с обрыва. Поэтому он часто дергал за веревки на крыльях, что вызвало ослабление боковых крыльев. И в итоге, это привело к катастрофе. Старейшина Гуань, Это последняя бамбуковая сорока. Поэтому вам надо быть особенно осторожными в пути. Понятно. Это ключ к выполнению последнего этапа плана. Я сам буду следить за этим. Мы уже на противоположной горе. Начнем после семи вечера. Господин Мия, отдохните. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не накручивайте себя ДИНАМИТОР 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 Причина выезда! ДИНАМИТОР Я глава сюнец внутренних дел! У меня срочное дело! Пропустить! Зернохранилище Шу на горе Дзиньдзюньшань, царство Шу Начальник ИГАО, эта провизия отправляется на фронт Вуду. Завтра утром. Кто сопровождает? Сопровождающий командир Чен Фань. Мой старый знакомый. Завтра, как будет время, надо навестить его. Военная провизия должна пройти обычную регистрацию. Сегодня вечером я отправлю учетную книгу вам. Это важное зернохранилище, не допустите ошибок. Хорошо поработали, ребята. По правде сказать, мы не заняты все эти дни. Но как начнется северный поход, нам придется попотеть. Да уж, это перевалочный пункт для уезда Ханьчжун. На вашем гарнизоне лежит большая ответственность. Да. Начальник ИГАО. Сегодня вечером генерал Мадай устраивает ужин в вашу честь. Я просто небольшой начальник из разведуправления. Как могу принять приглашение самого генерала? Вы представляете разведуправление? Что равносильно прибытию секретаря Фэна? Мы должны быть учтивы. Хорошо. Прошу. Кто прибыл? Я Сюньчю из разведки Шу. Вторая застава Шу на горе Дзюньшань. У меня срочное донесение для командира Цяо Цзюня. Командир Цяо в главном штабе. Я прикажу отвезти вас туда. Не беспокойтесь, я здесь уже бывал. Вы по такой теме не ехали. Это утомительно. В нашей работе мы привыкли к этому. Пропустить! Спасибо. Закрывайте! ПОДПИШИСЬ! Девушки отдыхают Штаб отдела военных технологий Гора Диндзюньшань, Царство Шу На задней двери штаба огромный замок. Он открывается только снаружи, иначе Чиньгун будет заперт внутри. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Третья застава Шунагаря Диндзюньшань Это та самая гора. У её подножия Хуанчжун, генерал из Шу, убился Хуайюаня много лет назад. Девушки отдыхают Посмотри туда То место – это вторая застава отдела военных технологий. Нет шансов пройти туда напрямую. Поэтому к тому времени возьмёшь старейшину Гуана и бойцов. Спуститься со скалы напротив штаба нужно будет около десяти вечера. Я поведу людей с западной стороны. Мы спустимся в долину и атакуем склад. На этом складе есть все материалы, нужные для изготовления арбалета. Как только склад загорится, все солдаты ринутся его тушить. Тогда весь генеральный штаб будет пуст. Тогда вы и начнёте. Понял. Пожар на складе для меня – это знак начала. Как заберёшь чертежи, старейшина Гуань с бойцами прикроет тебя. Идёшь на восточную сторону и прыгаешь с бамбуковой сорокой. Как только склад загорится, я вместе со своими людьми выйду в долину, с восточной стороны, чтобы встретить тебя. Твой план детально проработан. Ты помнишь все пароли, которые дал Джулун? Знаю на зубок. Это ключ к хранилищу с чертежами. Господин Ми! Господин Ми! Господин Ми! Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это должно быть то место, где вы должны спрыгнуть. Господин Ми, мои братья прикроют вас. Ступайте первым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что есть радость в жизни? Какие страдания несёт в себе смерть? Зернохранилище Шу на горе Динь-Дюньшань, царство Шу. Выпьем, капитан Гао. Я наполню вашу чашу. Я всего лишь малозначительный капитан разведуправления. Как я могу беспокоить вас этим? Капитан Гао слишком вежлив. Этот тост не только за вас, но также и за секретаря Фэна, и за всё разведуправление. Тогда не смею отказываться. Капитан Гао, что вы думаете о судебном заседании в Чэн-Ду? Императорский двор далёк, а я живу в уезде Наньчжэн в Ханчжуне. Хотя управление разведки находится в Ханчжуне, но это самое важное и самое осведомлённое место в стране. Ян И был правой рукой первого министра. Сейчас, после отставки Ян И, думаю, в будущем Чэн-Ду уже не будет прежним. Я простой вояка, которого никогда не волновала борьба за власть. Просто обсуждаю текущую ситуацию в стране. Я не смею осуждать действия властей. Выпьем? Давайте. Срочное донесение! Уйдите с дороги! Доклад! Генерал, враги осаждают отдел военной техники. Капитан Цаудзюнь просит помощи. Как в самом центре Ханчжуна оказалось так много врагов? Ситуация на поле боя ещё неизвестна. Это стратегически важное место. Без указа императора я не имею права размещать солдат. Таков закон. Я полагаю, что напавшие на отдел военных технологий должно быть из секты Усянь. Они находятся под властью Вэй и выполняют план по краже чертежей наших арбалетов. Наша цель – защитить продовольственные запасы. Если наши войска покинут лагерь, то мы можем угодить в их ловушку. Но эти арбалеты – сверхсекретное стратегическое оружие. Если мы их потеряем, бед не оберёмся. Генерал, подумайте об этом. Командир Цаудзюнь уже просит помощи. Значит, ситуация там не терпит отлагательства. Я-то не могу оставить свой пост без приказа. Капитан Гао, раз уж вы сейчас здесь, под моим командованием 200 мечников, вы поведёте их в отдел военной техники, чтобы отбить врага. Принял приказ. Штаб отдела военных технологий. Гора Динь-Дзюньшань, царство Шу. Гора Динь-Дзюнь, царство Шу. Гора Динь-Дзюнь. Гора Динь-Дзюнь... Гора Динь-Дзюнь... Без ALI человекомibile. Гора Динь-Дзюнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы видели командира Цаудзюня? Да, это так. О чём вы говорили? Совершенно секретно. Никто, кроме командующего, не вправе знать. Какой пароль на сегодня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава Сюнь, сойдите с лошади. Секретарь Фэн знал, что я знаком с командиром Цяо. Вот и прислал меня сюда. И дал мне только пропуск, не было никакого упоминания о пароле. Сейчас ситуация другая. По приказу командира Цаудзюня, весь периметр горы закрыт для движения транспорта. Вход и выход запрещен всем и по любой причине. Дело в том, что сегодня вечером я уже должен быть в Наньчжене. У меня срочные дела. Глава Сюнь, вы не можете уйти. Подождём, пока командир лично не подтвердит это. Мне приказано вернуться в установленный срок. Если дело провалится, вы будете виновны. Мне жаль. Наш гарнизон не подконтролен управлению разведки. Приказы отдаёт только наш командир. Простите, глава Сюнь. Павильон «Пурпурный туман». Наньчжен, царство Шо. Секретарь Фен, когда я увижусь с генералом, что мне нужно сказать? При генерале Лияне не стоит вот так делать. Да знаю я. Но мы же ещё не приехали, верно? Говори правду. Просто отвечай на все его вопросы. Но мне очень страшно. Генерал Лиянь такой важный чиновник. Чего боишься? Я же рядом. Ты запомнила все мои слова? Какие слова? Что-то я не припомню. Да знаю я. Во всём слушается вас. Главный штаб на горе Динь-Дзюнь-Шань. Командующий Цяо-Дзюнь? Глава Сюнь. Мне сказали, чтобы уже виделись со мной. Мне приказано найти вас, но я опоздал. Секта Усянь успела напасть. Вас прислал секретарь Фен? Конечно. Хоть мой отдел и расследует дело секты Усянь, но мне нужно разрешение для работы с другими военными структурами. Вот допуск. Но почему стражи говорят, что мы уже виделись и вы ехали обратно? Я увидел нападение секты Усянь и долго не мог вас найти, поэтому решил вернуться и быстрее доложить управлению. Может быть, в этой суматохе они меня не так расслышали. Разве вам не сказали пароли? Нет, не сказали. Но секретарь Фен знал, что мы знакомы. Более того, с этим пропуском он решил, что проблем не будет. Неправда. Пароли для моего отдела секретарь Фен лично одобрил. И насколько я помню, это вы придумали эту идею. Да, когда вы были в управлении, мы обсуждали план усиления охраны. Секретарь Фен был очень занят, поэтому он забыл сказать мне. Это серьёзное дело. Чертежи арбалетов Шуду и Юань Рон пропали. Глава Сюнь. Я узнаю о вашем задании у секретаря Фена. Останьтесь здесь. Никуда не уходите. Продолжение следует. Ну-ка ещё раз повтори. Секретарь Фен приказал главе Сюнь Цюю передать командующему Тяо Дзюню какую-то информацию. Впервые слышу об этом. И в управлении приказ не записывали. Это точно Сюнь Цюй? Вы не ошиблись? Его личность подтверждена. Командир Тяо узнал его. Это глава Сюнь. Сегодня должна была быть смена Сюнь Цюя. Как он мог пойти туда? Не могли бы вы подтвердить? Сюнь Цюй? Сюнь Цюй! Зам главы Сюнь. Ты что здесь делаешь? Где Сюнь Цюй? Глава Сюнь Цюй плохо себя чувствует. И пошёл домой и попросил меня подежурить. Только что? Когда он ушёл? Примерно... Около часа назад. Странно. Как бы он за час доехал бы до горы Динь Цюнь Цюнь? Неужели он научился приёму попросить в туалет избеги у секту Усянь? Гора Динь Цюнь Цюнь? Но это невозможно. Пой Сюй. Ты почему в одежде Сюнь Цюя? Зам главы Сюнь. Надо узнать всё у секретаря Фэна. Сейчас с ним никак не связаться. Я с тобой пойду и проверю. Стража! Здесь! Схватить его немедленно! Разберусь с ним, как вернусь. Есть! Увести его! Поместье генерала Ли Яня Нан Джен Царства Шу. Стража! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Даже я, тот, кто не разбирается в музыке, услышав эту мелодию, мое сердце пронзило невыразимая грусть. В 23-м году правления Дзяньяня покойный император взял Ханчжун и столкнулся с Сяхоу Юанем из царства Вэй на перевале Янбин. Цао Цао, служа в Чаньяне, лично командовал сражением при Ханчжуне. В то время я был всего лишь магистратом уезда Цзэджун. Неожиданно Мацинь и Гао Шэн, подстрекаемые царством Вэй, подняли армию для восстания. Тогда людей, защищавших город, было менее 4000 человек. Я бился с врагами несколько дней. Крепостная стена снизу вся была залита кровью. Услышав сейчас вашу игру, барышнилю, перед моими глазами предстало сверкание мечей в той самой битве. Генерал, я не знал, что вы были в такой опасной ситуации. Думаешь, что я зовусь генералом союзных войск царства Шу просто так? Я бы не посмел. Садись, садись уже. Здесь барышня Лю. А ты хочешь выставить меня перед ней дьяволом во плоти. Великий генерал, у вас большой талант. Вы самый выдающийся человек в династии Хань. Секретарь Фэн. Я рад, что вы представили мне барышню Лю. Как только я увидел вас, я почувствовал, что вы моя родственная душа. Благодарю генерала за вино. Барышня Лю, почему бы вам не остаться здесь, чтобы обсудить с генералом прошлое и настоящее, и беседовать с утра до вечера, и создать свою захватывающую историю? Я не смею отказаться. Однако, что на это скажет генерал? С удовольствием. С удовольствием. С огромным удовольствием. Разведчики прочесали ущелье более чем на 30 километров. Никаких следов господина Ми. Но... Но у подножья скалы нашли тело старейшины Гуаня. Старейшина Гуаня. Если мы будем ждать еще, армия Шу приблизится, и нам никак не удастся сбежать. Верховный жрец, разве вы с господином Ми не составили два плана? Да. Если мы потеряем связь, господин Ми пойдет в указанное место сам и передаст чертежи Джулуну. Если уж на то пошло, то это и была моя ошибка. Доклад! Войска Шу приближаются. Тропа Си-Сянь также отрезана. Добраться до устья Древнего ручья невозможно. Верховный жрец, мы... Не можем оставаться здесь надолго. Хорошо. Не будем ждать. Пойдем в Сянь-Шуй. Хорошо. Идем. Мы выдвигаемся. Генерал. Пойманные солдаты признались, что на отдел напали воины секты Усянь. Они подожгли склад, чтобы отвлечь охрану и дать их элитному отряду проникнуть в штаб и выкрасть чертежи. Что здесь тогда делал Сунь-Чуй? Гонец прибыл вместе с Сунь-Лином из управления. Идем допросим его. Зам главы Сунь. Он в чем-то признался? И слова не сказал. Секретарь Фэн подтвердил? У него секретное задание. Его всю ночь не было. Хотя секретарь лично еще не подтвердил. Но он точно не посылал к вам Сянь-Сюэ. Ни с каким донесением. Я замглавы отдела делопроизводства. И я за это отвечаю. Более того, глава Сунь позволил своему подчиненному дежурить в агентстве, чтобы он смог справиться с этим делом. Глава Сунь. Мы с вами хорошо знаем друг друга. Вы можете сказать о вашей цели? Я хочу пить. Я буду откровенен. Чертежи Шуду и Юань Рон украдены. Моя жизнь уже зависит от вас, глава Сунь. Если я не верну их вовремя, меня казнят. Командир Тяо Цзюнь. Я клянусь своей жизнью, что чертежи никогда не попадут к секте Усянь. Или в руки шпионов Вэй. Рано или поздно их вернут. Вы можете объяснить, в чем дело? Мне жаль. Я не могу сказать. Сейчас я точно не скажу. Вас подозревают в том, что вы помогли секте Усянь проникнуть в штаб, но вы продолжаете притворяться? Это... Я полностью согласен с вашими суждениями. Но вы должны оставить его мне. Я верну его в управление для разбирательства. Идем. Какое еще управление? Нельзя терять время. Если он не скажет мне правду, я его на кусочки покромцаю. Глава Сунь. Есть время передумать. Уходите. Ну же. Идите. Он все еще служит в разведке. Вы не имеете права пытать его. Уходи. Да что же вы делаете? Уходи. Уходи. Ой... Уходи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если что-то случится, и мы не сможем встретиться, возьми чертежи и отнеси их к большому камфорному дереву в устье Древнего ручья. Джулун будет ждать тебя там. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.